И в эфире WinWinZoom номер 152. Тема сегодня хэштег «Шоу кондитер» или «Как выйти в финал телешоу на федеральном канале». Спикер Евгения Петрова, самозанятая кондитер из Платошина, пермского края, vk.com, id35754207. Евгения, добрый день. Здравствуйте. Евгения, мы с вами записывали недавно подкаст на тему вашей звездности в ТикТоке, где у вас там миллионы просмотров у отдельных роликов есть. Ну не миллионы, сколько там? Больше миллионы, да. Есть. Максимум просмотров на ролике 3 миллиона с чем-то. Да. Вот буквально недавно такой ролик один выстрелил после нашего подкаста как раз. Да. Скорее не после нашего подкаста, а из-за того, что у вас есть талант. Возможно. Для ТикТока. Не исключено. Да. Не только для ТикТока. А в ролике, в котором вы недавно приняли участие, сейчас на данный момент смотрю, 1 миллион 217 тысяч просмотров. Это YouTube-канал, телеканал «Пятница», у которого 4 миллиона подписчиков. И в ролике от 17 мая 2022 года под названием «Торт для сына Натана, кондитер», 6 сезон, 25 выпуск, выступаете вы на 12 минуте, и потом ссылку укажу. Расскажите, как вы туда попали, но сначала давайте я включу показ рабочего стола, и мы посмотрим несколько минут. Я не буду комментировать, чтобы не было эффекта двойного звука, то, что показ рабочего стола со звуком. Так, «Торт для сына Натана» вот здесь. Видите? Включаем звук. Можете что-то прокомментировать во время показа, если будет интересно, пока я не остановлю. Да, конечно. Здравствуйте! Боже мой! Меня зовут Петрова Евгения, и я к вам приехала из Пермского края, поселок Платошино. По специальности я педагог-библиотекарь, но 3,5 года назад я впервые приготовила торт и окончательно и бесповоротно влюбилась в эту профессию. Сегодня я вам привезла торт «Ананас кокос». Мне кажется, эта начинка понравится мальчику, и она понравится вам, потому что там нет кого крем-чиза. Там есть кокосовый мусс торта из ванильного бисквита, из ананасовой прослойки, из кокосовой прослойки и, как я уже сказала, из кокосового мусса. Да, он у меня такой весь светленький, беленький, поэтому и покрыт, собственно говоря, белым пластичным шоколадом. Разрез, конечно, простенький. Давайте попробуем. Ой-ой-ой, какой мягенький. Женя, пробуем, Женя. Спасибо. Стоп, как пробует библиотекарь настоящий? Сейчас вилку проглотит. Сейчас это, как пробует библиотекарь? У нас там была есть фишка, спрашивали веселью муртома. Как бы сказал Некрасов, уявление не было вкусные торты в Платошино. В Платошино, очень круто. Анечка, интересно узнать твое мнение. Я хочу отметить умеренную сладость, присутствие разных текстур. Я чувствую здесь свою, в кавычках, любимую кокосовую стружку. У нас с ней такие напряженные отношения. Чего-то не хватает. Ну, то есть, какой-то вот, чтобы это все вместе подружилось между собой. Но, в целом, я, наверное, скажу, да. Да? Спасибо. Ольга. Ой, какой запах. Какая нежнятина. М-м-м. Женя, у нас сегодня уже был тортик с кокосом? Есть с чем сравнивать. Ваш тортик явно отличается в лучшую сторону. Нежный, сочный, вкусный ананас, дополняющий кокос. Я говорю вам да. Спасибо большое. Ну, пока сделаем паузу. Вот, чтобы не было двойного звука. Что значится комментальная фраза «я говорю вам да»? Это означает, что ты проходишь в суперфинал. В суперфинале тебя тоже ожидает... Ой, прошу прощения, не в суперфинал, а просто в финал ты проходишь. В финале тебя ждет задание. То есть, Ренат Экзамов, его команда заранее готовит торт. Торт большой, торт сложный. И тебе дается совсем небольшое количество времени, чтобы ты повторил этот торт. У нас было на приготовление торта 3,5 часа. У нас был большой трехэтажный торт зеленого цвета. А финал уже показали когда-то, или чуть-чуть покажут? В общем, объясняю. Шестой сезон. В шестом сезоне 25 выпусков. Каждый выпуск... Структура каждого выпуска следующая. Сначала приходит участник на кастинг. То есть, вот сейчас вы видели кастинг. Вот это как бы называется кастинг. Жюри пробуют твой торт. Если они говорят, что торт вкусный, ты проходишь в финал. Если они говорят, что твой торт вкусный, что-то там сделано не так, ты отправляешься обратно домой. Мне сказали, да, и я прошла в финал. И то есть, в этом же выпуске показывают финал. И у нас, получается, после шестого сезона было 25 финалистов, 25 победителей из каждого выпуска. И потом показали суперфинал. И вот в суперфинале 25 победителей соревновались. В том числе и я. Вот такая вот структура шоу. А вот запись суперфинала, она выложена или еще будет выложена? Она уже выложена, она уже прошла. И я там не победила, потому что были очень сильные конкуренции. Вы в четверку вошли, по-моему, да? Да, я вошла в четверку, да, да. То есть мой торт Ренат продегустировал, который вот финальный был. У меня такой там торт смешной был, в общем. Но он его продегустировал. А если он продегустировал твой торт, то это уже круто, потому что всего лишь четыре участника дали до этой цели. Вот так вот. Ну, а потом ссылку на ролик на финал тоже нам потом пошлите, чтобы я указал. Да, конечно. Евгения, что очень важно для самозанятых, для кулинара участия в федеральном проекте? Кроме того, что у вас там прямо тысячи лайков у вас в соцсетях, да? На ваши посты про ваше участие, где вы написали «Самый справедливый конкурс в мире». Что это значит для меня? Да, действительно, у меня стало больше заказов. У меня стали заказывать жители из сестерних поселков, там, из Кукуштана, из... Откуда еще? Из Куршима у меня заказывают. Пишут слова поддержки. Я не ожидала, что меня так будут сильно поддерживать. Я прямо произвела какой-то фурор у себя в поселке. Ну, потому что у нас, в принципе, тут событий-то не особо много происходит. Он говорит, ну, это поселок как-никак. А вот тут такое событие, что человек... Скажем, для тех, кто не с Перми, это пригород Перми, то есть, в принципе, у вас клиентура-то в Перми? Нет, ну, скажем, это не пригород, это вот именно поселок, он за 40 километров от Перми находится. В смысле, что у вас много заказчиков из Перми, то есть доставить недолго? Нет. Ну, из Перми-то... Нет, из Перми-то у меня нет. И я вообще в целом заказы беру только у себя в поселке или соседних. Я... У меня была уже практика из Перми брать заказы, но она довольно тяжело, доставлять торты. Неудобно, дорого. Да, тяжело, долго, неудобно, дорого, да, все вот это вот. Но вообще в целом после выпуска у меня были и из Перми заказчики, то есть ко мне приезжали специально с людьми, чтобы забрать у меня торт. Ну, вот так вот. Я просто подумал, Евгения, да, подумал, что всегда ведь такая медийность помогает продвигать свой личный бренд, и, может быть, у вас поступили какие-то предложения из пермских, не знаю, ресторанов, чтобы вас взять на работу, например? Нет, нет. Это бы не было, даже если бы и было, я нет, я не пойду никуда работать. У меня сейчас вообще нету цели работать на кого-то, и цель моя работать только на себя, и развиваться именно в этом направлении нет. Ну, понимаете, даже, допустим, если взять отдельно домашнего кондитера и кондитера, который в ресторане, да, это совершенно две разные вещи. Кондитер, который домашний, это человек творческий, сам себе начальник, в каких рамках он не сжат, а человек, который работает в ресторане, это, ну, он, грубо говоря, все делает под диктовку своего начальника. Ну, я так боюсь, что я так не смогу делать просто. У меня уже потому что был опыт, понимаете? Вот исходя из своего опыта, говорю, нет, конечно, это не мое. Я себя абсолютно комфортно чувствую сейчас, когда у меня есть много заказов. Сейчас я готовлю тортики, сама себе диктую условия, и все прекрасно. Вот так вот. Самые ваши интересные эмоции на конкурсе? Ну, вот такая, как бы, закулиска, да, которую, может быть, вы не ожидали увидеть. Что там было полезного, интересного? Закулисья, как я уже писала в своих социальных сетях, во-первых, я не ожидала, что конкурс будет настолько справедливый. Ну, прямо правда-правда. То есть вы были согласны, да, с вердиктами со всеми? Вот абсолютно со всеми классно. То есть даже если Ренат там говорит, ну, вот тортик вроде вкусный, но что-то в нем не то. И ты идешь, пробуешь этот торт, и он действительно вкусный, но что-то в нем не то. И вообще вот ничего не добавить. Все вот. Нету никакого предвзятого отношения вообще абсолютно. Я была действительно этому поражена, но они, конечно, ну, точнее говоря, у них другого выхода нет. Они должны так действовать, по-другому они действовать не могут. И я считаю, это абсолютно верно, и это похвально. Меня это поразило. Меня поразило то, насколько Ренат Акзамов добрый, приличный, умный, хороший мужчина, потому что в шоу, особенно в ранних сезонах, он прям таким дескотом выступал, он критиковал на право и на лево всех, даже ораун. То есть вы долголетняя зрительница шоу-то, да? Ну, как... Ну, да. Вообще, я знаю об этом шоу очень давно. С четвертого сезона, и до третьего ли я начала его смотреть. Но как... Постоянность зрительница никогда не была. Я перед шоу, когда меня позвали туда, я пересмотрела, получается, пятый сезон, шестой сезон, а четвертого сезона в доступе, насколько мне не изменяет память, нет, на ютубе его нету четвертого сезона, поэтому я его не смотрела. Вот я просто... Для широкой аудитории, чтобы было не скучно всем смотреть, много ли полезного для профессионального кулинара, как вы, там можно обнаружить кондитера? Много ли полезного? Ну, как вам сказать... Научиться делать торты там нельзя, да, но можно... Нет, нет, ты туда идешь научиться делать торты. Я для себя взяла... Опять с другими кондитерами, которые живут в других городах, как у них все это проходит. Да, мы делились опытом, как-то познакомилась я с ними. Там даже вот в какие-то моменты нам Ренат что-то рассказывал интересное из своей практики. И нам режиссер, там режиссер программы Паша Данилко сказал, ребята, вы сейчас идете к лучшему кондитеру в России, и то, что он вам скажет, просто примите это, впитайте, это правда, это объективная критика, не надо обижаться, ничего. Если вам сказали, что у вас плохой торт, значит, у вас плохой торт, идите домой и тренируйтесь. Если хороший, ну, значит, хороший. И он был абсолютно прав, да, так и было. То есть, у тебя есть шанс послушать критику от самого лучшего кондитера в России, ну, и от его помощников, соответственно. А вот организация, там нужно, чтобы у вас было отдельное помещение, да, ингредиенты, чтобы у всех были равные возможности, да, чтобы все это было честно. Сколько у вас было часов, получается, когда вы выходили в финал, готовились, это все отдельно? Ну, смотрите, что касается условий равных, мы все-таки идем на шоу. И там есть такие моменты, которые как раз и подразумевают, что кто шустрее, тот и выиграет. Потому что, смотрите... Ингредиенты вы сами закупали себе, да, получается? Нет, не в коем случае. Нет, мы не сами закупали. Нам что дали, из того мы и готовили. Ингредиентов там было много, они все были хорошего качества. Но самое главное, но там было всего две духовки. Нас было семь финалистов. Что такое две духовки для кондитера? Когда выпекается, духовку открывать нельзя, потому что бисквит не получится. А как можно не открыть духовку, когда семь участников, у духовки две? Ну, не как, конечно, духовка постоянно открывалась. Там ограниченное время еще, да? Сколько у вас было? Десять часов в сутки? Три... Нет, нет, в финале у нас было три с половиной часа. А когда вот вы прослушивались, там вот вы это готовили, где вот этот тортик с этим... с... спортивный-то вот этот... Угу. Вы его где делали? Я его привезла из Плутошина. То есть на прослушивание привозят все люди с собой? Слушайте, а как сделать, что в поезде он не прокис? Или в самолете? Вы смотрите, во-первых, телеканал «Пятница», он оплачивает билет на самолет. Он тебе сам... Всем на прослушивание. Предоставляет билет. Да. Даже если ты там, условно говоря, летишь из какой-нибудь Америки, он все равно тебе оплатит билет и оплатит номер в гостинице. У меня был номер оплачен на две ночи, и билет туда-обратно. И, соответственно, я взяла сумку-холодильник, обложила торт или дом, и таким образом я довезла в целости и сохранности свой торт. Вот так вот. И вот разница между прослушиванием и финалом просто в качестве участников, да, то есть все уже на вашем уровне примерно или выше, да? Ну, скажем так, нет. Уровни там разные у всех, конечно. С нами там были молодые ребята уже в финале по 16 или 15 лет даже лет, ну, в общем, до 18. Они хорошие кондитеры, они хорошие ребята, но, конечно же, у них не хватает опыта. Но, извините, я такая уже закаленная, да, там дома сколько работала и успела поработать в кафешках, где там надо со скоростью света все это делать, конечно, у меня опыта уже будет побольше. Когда им это успеть? Конечно, нет. То есть все-таки это конкурс не для любителей, да? Он для профессионалов, но... Ну, нет, он вообще для всех. Сейчас уже в шестом сезоне начали кондитеров-то хороших набирать, и шеф-кондитеры туда приходят не бояться. А я помню, четвертый там сезон смотрела, пятый, нет, четвертый даже ранее, там приходили туда вот домашние пикухи, по-другому не называют, там такие смешные работы приносили вообще. Ну, вот мамочка... Я думаю, что это... Я человек сам телевизионный, Евгения в 2000 работала на ТВ, ведущем ток-шоу, я знаю, что участники нужны разные, смешные и всякие, да? Ну, чтобы было... Разные эмоции были. Ну, конечно, конечно. Именно поэтому четвертый сезон, как лично по мне, смотрелся интереснее, потому что туда приходят там такие любители. И им говорят, вот вам торт, не знаю, трехэтажный, нереальный. Они такие, как включается печь? Вот я бы спросил, как она включается? Да, конечно, там и такие... Как включается печь? Там конвектомат, с которым никто в жизни не работал, они там в ресторанах стоят, такие печки. Конечно, были вопросы не насчет печки, не насчет всего. Да, насчет миксера даже просто забыли. Ну, Евгения, мы должны уже заканчивать. В чем разница между тем, как вы раньше были зрителем шоу и поучаствовали в нем? Что изменилось? Потому что вы и раньше были кондитерами, сейчас кондитер. Да, вот смотрите, вообще, мое правило по жизни, всегда я его говорю, все, что я делаю, это все исключительно ради опыта. Я очень ценю опыт. Для меня не так важны какие-то материальные блага, как опыт. И участие в шоу кондитер исключительный опыт, который я никогда не забуду и который пошел мне только на пользу. Вот, в принципе, что еще можно сказать. Самым справедливым шоу мира. Да, конечно. Я попросилась показать какую-нибудь тортику, видите, тортиков у меня дома нет, всегда все разобраны, да, и вот, что у нас лежит на переднем плане, это как называется, суфле или что это? Да, это, нет, это безе, я такими безешками украшаю тортики, это единственное, что у меня осталось от тортиков, вот, вот такие вот. Красота, а на заднем плане картина, которая изображает не тортика. Да, которая изображает женщину. Просто, 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 давайте еще посмотрим, мы там не досмотрели, вот, еще раз, может, что-то прокомментируете там, вот. Ну, давайте, давайте. В нашем проекте появился новый участник, теперь это мой личный фаворит, это мой краш, Евгения Петрова из поселка Платошино, А теперь всем жителям мегаполисов обзавидуйтесь. Евгения, конечно же, да. Спасибо большое. Вы очень круто готовите этот фартук важный. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Ура, я в финале, Платошино, мы с вами прошли в финал, я вас всех люблю, а судьи зайки. Ну, судьи зайки... Прокомментировать? Да. А можно договорить уже? А вообще, что я хотела бы сказать, вот вы сейчас увидели небольшой фрагмент, который длится, сколько, полторы или две минуты, вообще мы с ними очень долго стояли, разговаривали, мы стояли, разговаривали, минут 20, там разные темы обсуждали, он что-то меня про школу спрашивал, в общем, ну, что-то по мелочи такое обсуждали, конечно, там много всего обрезается, вообще много всего. Ну да, вот у меня жанр, у меня все интервью называются не монтированные интервью, а это монтированное ток-шоу, где так обычно и бывает, что остаются самые интересные, важные, полезные и интересные. Евгения, желаю вам удачи в вашей теперь федеральной карьере. Вдруг что-нибудь еще будет интересное на другие конкурсы. Главное, опыт, как вы говорите. Конечно, да, это самое важное. С нами сегодня была спикер Евгения Петрова, самозанятая кондитер из Платош, на наша тема хэштег шоу кондитер или как выйти финал телешоу на федеральном канале и жду ссылку на финал, чтобы я тоже указал в описании подкаста. Евгения, спасибо, удачи. Хорошо. Спасибо большое, до свидания, всего доброго. Как привлечь инвестиции, где найти партнеров, как защитить свои интересы. Верхникамская торгово-промышленная палата, надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса. Город Березники, улица Юбилейная, 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Егорова